Едем с Вовчиком на рынок за овощами, купить картошки-маркошки. Сегодня я буду готовить чудо-рыбу, рыбу-креветку. Обратите внимание, сегодня воскресенье, а для воскресенья на рынке довольно-таки немного народа. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, я приветствую вас с самого сердца Филиппин, острова Сибу. Сегодня у нас эдакий кулинарно-разговорный влог. Я буду готовить суп из чудо-рыбы, рыбы-креветки, которую на днях купили Костя и Андрей на филиппинском рыбном рынке, и стоила которая, кстати, 180 веса за килограмм. А также я расскажу, что же изменилось на Филиппинах за последние 5 месяцев, то есть за то время, что нас здесь не было. Вот за эту кучку продуктов, по большей степени это овощи, еще пачка сосисек, вот таких вот премиум. Сосиски мы едим редко, но иногда покупаем там на пиццу, на салатики. В общем, вот за эту кучку продуктов я на рынке сегодня отдала 942 веса. И по сегодняшнему курсу это чуть больше 1000 рублей, где-то 1050 рублей. По сути-то, друзья, всего ничего. 10 яблочек, 4 или 5 манг, 4 картофелины, кусочек корня джинджера, имбиря, вот пачка сосисек, 4 морковки, немножко помидоров, там где-то с полкило, 3 огурчика и вот такой вот куст пекинской капусты. Все, 950 песо, 942, если быть точнее. Чудо-рыба у нас уже почти разморозилась. Костя ее уже почистил. Кстати, как он ее чистил в одном из предыдущих коротких роликов, вы можете посмотреть. Ух ты, чудо-юдо. А может это креветка, а не рыба? Ее и называют рыба-креветка местная. На рынке поймали. Вот знаешь что, если бы не увидела своими глазами, не поверила, что такое чудо-юдо бывает, что с ней делать-то? Суп варить будем. Паранированная. Кишки крепкие, вырвать не могу. Рыба белая. Белая. Бензопилу надо. Усы. Страшила. Вот такая вот страшила. Ну, надеюсь, будет вкусная. Суп я буду варить в мультиварке. Ее мы привезли с России, наверное, года 4 назад. Очень удобная штучка. Вот, подсолю водичку, чтобы быстрее закипало. Положу туда вот овощей, морковки, картошки, имбиря. Пусть варится, потом только останется рыбку добавить. Овощи на Филиппинах, в нашей провинции, да, я думаю, и не только в нашей провинции, подорожали капитально. И если раньше заплатив 750 песо на рынке за овощи, мы выходили с полным пакетом овощей и фруктов, то сейчас, ну, вы сами видели ту жалкую кучку овощей, которую мы сегодня с Владимиром купили на рынке. Особенно отличился репчатый лук, что красный, что белый, на рынке сейчас стоит 350 песо, а это дороже, чем мясо. Поэтому я отказалась от его покупки. Вы, кстати, видели, что сегодня его нет в моей овощной продуктовой корзине. И вполне успешно при приготовлении блюд я заменяю его зеленым обычным луком, который, кстати, не подорожал и стоит все так же 120 песо за килограмм. Водичка кипит, овощи валятся. Добавим лаврового листика немножко и перчика к горошкам. И я думаю, что, в принципе, пора и рыбки в кастрюльку. О, какая страшная голова. По-моему, уже готова. Пахнет, кстати, очень аппетитно. Последний штрих. Все, пусть настаивается. Вот такая вот пицца на скорую руку в сковороде. Томатно-сосисечно-сырная. Пахнет. Мясо нежное, рассыпчатое. Да, для филиппинской рыбы это довольно-то нормально вкусное. У них такой вкусной рыбы мало вообще-то. Ну, по крайней мере, для меня вкуснее, чем тунец. Хоть ее и называют филиппинцы, рыба-креветка, но вкус у нее совсем не креветочный. А мне нравится. На вкус как настоящая русская луха. Там такая дает рыбка. Мне прям понравилось. Вкусно. В общем, эту рыбку покупать на рыбный суп можно. Луха благородная. А следующая в нашем программе будет уха из барракуды. Поймаем своими руками. Ха-ха-ха-ха. А по вкусу мне напомнило палку с крылозубом. Тоже такая немножко суховатая, но очень вкусная. Ну, конечно, палку вкуснее, но тут тоже есть такое почти как палку. Сейчас и мы, может, что-нибудь поймаем. Что-то большое клюнуло. С пяти утра и до полдесятого никакой поклевки не было. Уже собирался уезжать. На полпути тормознулся. Давай. Собака. Давай, рыбка. Проблема, я крюк взял маленький. Дергают сильно барракуды. Очень устал. Ха-ха. Давай, рыбка. Идем наверх. Давай, давай. Катушка хрипит. Катушка. Десятитысячка или двенадцать тысяч. И то ей тяжело. А, пошла, пошла. Дай мне слабину. Уходи, 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 уходи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а. Ай. Так, мне помощника сейчас не хватает. Да зараза большая-то какая. Пока не вижу, не вижу. Но, блин, по количеству лески примерно метров сорок осталось. Глубина, на которой я ее зацепил 130 метров была. Крюк. Крюк на мази. Убираем весло. Куда подальше. Будем ее в моторное отделение закидывать. Забираем слабину. Подтягиваем. Забираем слабину. Подтягиваем. Забираем слабину. Подтягиваем. Видите, друзья, белое пятно под лодкой. Сейчас я только что видел, но не разглядел, какая рыба. Примерно метров 20 осталось. Опа-опа. Давай-давай-давай. Отдадим слабину. Вон оно, белое пятно. Как я устал. Белое большое. Так, присаживаемся мы за край. Так, похоже барракуда длинная вроде как. Видите, друзья, белое. Пробуем вытянуть. Барракуда. Барракуда. Все, главное, уйди от винта, уйди от винта. Друзья, победа. Победа. Вот она, вот она эта рыбка. Друзья. Отбросив в сторону наши лирические кулинарные отступления, хочу заметить, что подорожали на Филипинах не только овощи и фрукты. Кстати, яблоки я уже покупала не за 10 песо за штучку, а за 15. А также подорожали все продукты в целом. А насколько подорожали, я вам сейчас расскажу на примере основных продуктов питания. Допустим, курицу мы покупали от 160 до 180 песо за килограмм. Сейчас она стоит от 200 песо за килограмм. Свинина на рынке стоила 230-240 песо за килограмм. Сейчас ее цена начинается от 300 песо за килограмм. И это, заметьте, на рынке, в супермаркете цены на порядок выше. Яйца стоили 160-180 песо за ячейку, за 30 штук, в зависимости от размера. Сейчас их цена начинается от 200 песо и выше. Хорошенькие козлятки, маленькие, безобидные, но крикливые. Недорогая мука, которую мы покупаем для выпечки хлеба, раньше стоила 35 песо. Сейчас она стоит 43 песо за килограмм. Растительное масло. Элементарное растительное масло из канолы раньше стоило 135-140 песо за литровую бутылку. Сейчас цена его 180 песо за литр. Так вот, за разговорами мы с Вовчиком дошли до такой грязи. Идем посмотреть, проверить, так сказать, наши земли, которые мы купили в кредит и за которые нам платить еще, по-моему, то ли 4, то ли 5 месяцев. Подорожала электроэнергия. Когда мы улетали, ее киловатт стоил 14 песо. А сейчас стоимость киловатта электричества на Филиппинах в районе 20 песо. Скорее всего, это и есть корень всех подорожаний. Чьи же это земли? Маркиза, Маркиза, Маркиза Карабаса. Да, за 5 месяцев это место и не узнать. Здесь произошли изменения к лучшему. Залили бетонные дорожки между участками планируемыми. Ну и вообще, сделали отсыпку. Потому что здесь, если вы смотрели одно из наших старых видео про то, что мы здесь покупаем участок для своего дальнейшего, скажем так, проекта. Здесь были колдобины, ямы. Ну а сейчас все так прилично. Прям бери, стройся. Не хватает только подведенного электричества и воды. Вот эти вот бетонные столбики, это своеобразная разметка. Здесь будет небольшая закрытая территория для нескольких домиков. Начало года было у нас очень продуктивным. У нас было много строек, много работы, как и на Филиппинах, так и в России. Так что сейчас пришло время отдыха. Мы сейчас планируем отдыхать, заниматься любимыми делами, путешествовать по островам. Ну а что будет дальше в следующем году, как говорится, поживем, увидим. Конечно же, мы планируем снимать для вас ролики о настоящих Филиппинах. Поэтому, друзья, оставайтесь на канале. А те из вас, кто еще на него не подписан, подпишитесь прямо сейчас. Ну и по традиции, спасибо, друзья, кто сегодня был вместе с нами и досмотрел это видео до конца. Всем добра и удачи. И до встречи в наших следующих роликах на настоящих Филиппинах. Третьи последних событий по подорожанию лука решили провести эксперимент. Это семена лука, выписанные на лазаде. Пусть пару деньков полежат во влажной салфеточке. Посмотрим, что с ними произойдет. Может быть, наклюнутся. А потом я пересажу их в горшочек. А вот тут, кстати, у Кости уже вымахали кабачки из семян, привезенных из России. И тут где-то вон наклевывается дынька. Тоже эксперимент будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...